Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об осознанности. Об осознанности мы попробуем осознанно взглянуть, вот просто так удалиться и взглянуть на все практики, на все техники, на все направления, которые есть сегодня на рынке психотехник, на рынке экстрасенсорики, на рынке психотерапии, психологии. Просто мы, знаете, вот так с 20 этажа посмотрим на землю, да, и увидим, какие варианты нам предлагаются, и как к ним подходить, и как на них реагировать. И каждый из вас потом для себя определится вообще, какой вариант ему интересен, да, потому что все, что двигает человечеством, да, все, что открывает нам силовой какой-то внутренний ресурс, силу намерения так называемого, это интерес. И исходя из этого, в общем-то, и будем строить диалог. Как правило, когда у человека рождается интерес вот к экстрасенсорным, психологическим, либо психотерапевтическим практикам, либо к духовному развитию, либо к эзотерике интерес, да, интерес рождается когда? Первое. На самом деле мы просто в систему приведем. Первое. Когда человека зажало. Когда ему так плохо и больно, что он уже не может терпеть эту боль. То есть механизм боли у нас в психике предусмотрен для чего? Для того, чтобы из внешнего, из внешней игры, из внешнего мира переключить человека в мир внутренний. Вернуть его в мир чувств, вернуть ему осознавание того, что эта игра, это продукт его психики. Для этого предусмотрен этот механизм боли. Когда человека боль зажимает, человек на автомате возвращается уже во внутренний мир. Следующий интерес, который проявляется у человека, человека есть потребность в общении. То есть точно так же, как потребность в еде и в сексе, у нас одна из базовых потребностей, это потребность в признании, потребность в общении. Это социальные программы, которые в нас заложены, и которые тоже, если мы отвергнуты каким-то образом неосознанно социумом, они тоже работают через внутреннюю духовную, душевную боль, да, и тоже возвращают человека в мир внутренний. И вот самый узкий круг людей, у которых интерес пробуждается, вместе, вместе, это вот третья категория людей, вместе с готовностью что-то в себе менять. И если первые две категории, в одном случае это избавиться от боли, задача, во втором случае задача социализироваться каким-то образом, обеспечить себе место в социальной тусовке, в общении с себе подобными. И третья функция, она уже, человек приходит, он готов что-то менять, он готов двигаться в развитии. То есть он готов к пробуждению, по сути дела, потому что первые две категории, это все-таки человек еще спит таким глубоким-глубоким сном. И уже исходя из вот этого понимания, когда общаешься с человеком, ты понимаешь его интерес, чем продиктован, когда он пытается набрать номер телефона, пытается уточнить, кому же ему лучше сходить, где ему пройти лучшее обучение и так далее. Кроме вас, никто это лучшее не знает, я за вас на ваши вопросы ответы не дам. А вот исходя из понимания самого себя, что вами двигает, вы уже можете разобраться и приходить к себе настоящему, к себе искреннему. Так вот, когда человека зажало, когда человека зажало, то, что ему нужно, это терапия. Кто у нас на этом рынке оказывает терапевтические услуги? Это будет психотерапия. Если у человека есть понимание того, что для осознавания того, что ему нужна медикаментозная помощь, не только разговорный жанр. Хотя среди психотерапевтов, врачей очень много тех, кто великолепно работает и с гипнозом, и с разговорным жанром и так далее. То есть надо просто подобрать себе специалиста. Второй вариант терапии, кто у нас оказывает? У нас оказывают психологи. И как подобрать к себе психолога? Ой, вот вы знаете, сейчас поделюсь. Такая тема сейчас интересная, соцсети. И когда вы подбираете себе специалиста из-за разряда психологов, их сейчас просто бесконечное количество, впрочем, точно так же, как и экстрасенсов, которые оказывают психологические услуги, то, пожалуйста, не надо читать отзывы. Сейчас отзывы вообще потеряли свою ценность. Когда там пишут, ой, там Маня, Дуся, Петя, очень классные специалисты, и вот просто все великолепно. Не надо читать отзывы. Отзывы – это зачастую люди сами себе отзывы пишут. Я вам как организатор это говорю, который отбирает тренеров для работы, и зачастую, ну, просто это рынок, да, это бизнес. Как определить, насколько человек глубоко разбирается в профессии? Просто откройте его страницы в соцсетях и почитайте то, что он пишет, и как он общается с людьми. Как он отвечает, какие состояния он при этом переживает, как он взаимодействует с обществом. И для себя определитесь, вы хотите, чтобы с вами так взаимодействовали? Или нет? Все, все банально просто. Соцсети сегодня раскладывают людей, как на ладони. И если там какие-то посты верхние, еще человек может где-то зачистить, еще как-то, то есть очень много вещей, которые он пропускает из старого. А оно все хранится в интернете. Просто поласьте, посмотрите, полистайте, если подбираете себе специалистов. Это из психологов. То же самое из экстрасенсов. То есть люди, которым нужна вот эта терапия, которых зажало в жизни. Смотрите, как работают экстрасенсы, что они пишут. Если человек пишет, что у вас там все плохо, если человек пугает, если человек работает на низких каких-то состояниях, ну зачем вам ходить? У вас и так все плохо. Зачем вам еще добавлять чужого плохо? Выберите специалиста, который позитивчик, который может поддержать вас психоэмоционально и с которым будет приятно вам работать. Опять-таки, мужчина, женщина – это уже ваше дело. Те отзывы, которые пишутся в интернете, про результаты, как правило, они, кроме тех, которые человек просто берет и демонстрирует. Вот смотрите, вот это так. Но в психологии продемонстрировать, поверьте мне, крайне сложно. Поэтому если человек пишет какие-то такие вот отзывы, их можно не учитывать. Это все из переписки, когда задаются конкретные ответы, конкретные вопросы, все конкретно, 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 и вы видите. Но это не отзыв, это переписка. Будет под каким-то постом. То есть с терапией более-менее понятно. И надо понимать, что любой из тех, кто с вами будет работать, это терапевт, психолог или экстрасенс, обязательно, обязательно будут работать со вторичной выгодой и ресурсом, который сокрыт под вторичной выгодой. Если эта работа не производится, то это не терапия. Это ключ. То есть в любом случае работа со вторичной выгодой обязательно. И это один из тех моментов, например, сейчас, вот даже Олег Гребенюк, вот разработки его очки виртуальной реальности, там, инира, слим для похудения, его сейчас в помощь онкологическим больным, это вещи, которые, да, они облегчают состояние, но они не заменяют работу по проработке вторичной выгоды. Ту работу, которую должен сделать специалист, да? Это для тех, кого зажало. И если зажало, и понимаешь, что зажало, неважно, боль от того, что муж ушел, или избил, или от того, что на работе уволили, или там что-то случилось, или потому, что здоровье рушится, или, или, или больно. Вот, вот это зажало. Это значит терапия, это значит вторичная выгода. У зажало всегда есть вторичная выгода. Это все, да? Если вы со вторичной выгодой не работаете, зажало не проходит. Следующее. Социальное общение. Вот это, конечно, интересная такая штука, потому что очень много подмен, вот, идет, и люди приходят на тусовки, на социальные, да? Типа за духовным развитием. Ну, например, духовное развитие, это когда идет расстранцовка человека. Человек садится в медитацию, включается какая-то музыка, да, и человек в релаксовых состояниях летает. Или там бьются какие-то барабаны, шаманские бубны, еще идет типа ритуал какой-то такой древний, и при этом человек просто протрансовывается, углубляется в глубокие ресурсные состояния, трансовые, релаксовые, они действительно полезные, они действительно расслабляют психику. В них не прорабатывается вторичная выгода, и она не выйдет сама наружу. Вот, и это надо понимать. Но эти практики позволяют вам рассказывать о том, как вы где-то летали, как вы, у вас какой-то был свой трансперсональный опыт. Эти практики помогают раскачиваться до сомнамбулизма, чтобы потом с вами уже можно было нормально работать. В этих практиках у вас повышенная внушаемость, поэтому надо очень внимательно слушать, что и как вам потом говорится во время и потом после сеанса, потому что повышенная внушаемость будет еще сохраняться достаточно, такой нормальный промежуток после сеанса, потому что абсолютно все люди подвержены внушениям, и внушения захватываются нашим подсознанием и держатся от трех недель до шести месяцев. Поэтому, вот когда вы уже идете на такие мероприятия, где вы знаете, что вы будете трансовать, а кто-то будет вести с вами работу и будет звучать какая-то музыка либо какие-то песнопения, либо какие-то внушения, неважно, религиозные или просто медитативные, релаксовые, надо понимать, что это все равно система внушений, и ваше подсознание на нее будет потом клевать и выполнять как приоритетное в вашей жизни на этом жизненном пути. Но эти практики, понимаете, они не терапевтичны с точки зрения работы со вторичной выгодой, они дают временное облегчение. К таким же практикам я бы отнесла те же самые метафорические карты, там уже, где нету массовой тусовки, но где можно поговорить индивидуально. Поговорить, что-то понять, чтобы временно приотпустило, и ничего не менять. И такое очень сильно распространено. На самом деле бизнес психологический или экстрасенсорный, он в большей части строится вот на этой категории, потому что вот эта категория тусовочников, она более обширна, нежели тех, кто действительно болен, и здесь и семинары, и услуги, все значительно дороже, нежели у официальной, например, медицины или психологии. Для сравнения, сеанс у психолога где-то 15 долларов в Минске, а сеанс у экстрасенса 50 минимум, до 150. Поэтому вы ориентируйтесь, разница большая, вопрос, вам же задачу свою решать, каким образом вы будете решать ее, и это только вы знаете, какие вам задачи решать. Но и та, и другая категория, она не готова еще менять осознанно, там об осознанности речь не идет, ни в первой, ни во второй категории, это просто, как говорит Владимир Бесфамильный, уровень статиста, вот это статисты, которым больно, либо которым надо общаться, и у которых возник первичный интерес, которые могут пробудиться, самое главное, которые могут пробудиться. Вот третья категория людей, у которых уже пошел процесс пробуждения, и они готовы что-то менять, они готовы работать со вторичными выгодами, они готовы что-то изучать, они готовы исследовать куда-то, они готовы участвовать в каких-то массовых тусовках осознанно, либо не массовых тусовках, индивидуальных каких-то сеансах, осознанно под конкретную задачу. Разница в том, что они уже умеют ставить себе задачу и решать эту задачу. Да? То есть каждый раз ключевой вопрос, зачем мне это? Чего я этим добьюсь? Как я этого достигну? И так далее. И когда мы уже понимаем, что есть у человека задача, он тогда ищет оптимальный путь, как он до нее дойдет. И вы знаете, из моих наблюдений, вот уже когда человек приходит и у него есть определенная готовность меняться самому, да? У него есть определенный уже такой процесс пробуждения в нем происходит. Во-первых, у него все легко дается. То есть весь материал легко усваивается. У него действительно уже идут такие мистические совпадения, подтягиваются тренера, подтягиваются какие-то случайности и уже как будто Бог сам включается и начинает помогать человеку, чтобы он решил свои вопросы и двинулся дальше. И здесь очень важно не останавливаться. Не останавливаться, не зависать, потому что соблазнами будут те же самые коллективные вещи, где вы можете проявить там гордыню, рассказать, как вы крутые, вот в каких-то своих достижениях, где можно не работать со вторичной выгодой, а просто получить удовольствие от транса. Тут очень много соблазнов, потому что на самом деле все, что касается, все в жизни связано с трансом, оно же приятное для мозга, оно же стимулирует зону удовольствия мозга. И этот процесс саморазвития, Бог не просто так сделал процессом в удовольствии, то есть на этом пути предусмотрены не страдания, на этом пути предусмотрено удовольствие. Страдания выпадают на тех участках, где вы не хотите прорабатывать вторичный выгод. Поэтому вас через боль возвращает из игры внешней в игру внутреннюю. А когда вопросы решаются, и вы в своей внутренней игре, и вы идете по своему жизненному пути, по своему жизненному сценарию, и вы сами осознанно включаетесь уже в формирование этого сценария, то боль уже на нем не предусмотрена. Нет смысла возвращать вас вовнутрь, если вы уже внутри. То есть этот механизм тогда как бы уходит на задний план. Вот как-то так. И вот уже когда вы с высоты 20 этажа смотрите на рынок, как это все устроено, вы можете определить, а где ваше место из всего перечисленного. С чем вы готовы сами лично работать, и какие шаги делать. Потому что техник на самом деле очень много. Более того, если вы уже осознанно готовы менять себя, то становится очевидным, что все, абсолютно все техники строятся на базе знаний на научной. А у нас научная база знаний только гипноз, который охватывает, более-менее описан транс, и связан он с физиологическими реакциями, с таблицей реакции Покатковой и так далее. С трудами Бехтерева, с трудами Павлова и так далее. Чтобы не отрываться вообще, не улетать и не придумывать ничего. Для того, чтобы просто завязаться, привязаться к миру материальному адекватно и понимать, как шагами мы двигаемся в плане саморазвития дальше. Как управлять своими ресурсами, как управлять своими состояниями, эмоциями, чувствами. Это все вещи, которые мы изучаем. Итак, получается, база гипнотическая, ее надо знать по-любому, хотим мы или не хотим. А дальше, когда вы уже доходите до состояния, когда вы в трансе можете сохранять осознанность, потому что те, кто занимался трансовыми техниками, понимают, что он влетает в состояние аппаратционное и зависает. И осознанности там нет, и осознанной работы там нет. Да, остановлена программа ума, и идет просто разгрузка психическая. Вторичная выгода при этом не прорабатывается. А для того, чтобы уже включиться дальше в работу со вторичной выгодой, нужен помощник. Либо же надо такие тренировки, когда вы можете выходить в состояние определенное глубокое, но с сохранением некой активности мозга. То есть это уже будут парасомномбулические состояния на фоне глубокого гипнотического трансового состояния. То есть это такой пассивный парасомномбулизм. И это все достигается тренировками. Но понимаете, когда тренируемся, надо знать, чему тренируемся. Потому что если человеку просто говорить, вот если ты будешь сидеть под этим баубабом 100 лет, и ты просветлеешь, то, наверное, кто-то поверит и просветлеет через 100 лет. Но основная часть либо уйдут из-под баубаба, либо не доживут до 100 лет. Понимаете, сейчас мир меняется. И, на мой взгляд, имеет смысл идти наиболее кратчайшим путем, понимать, куда идем, зачем идем, взяли билет и поехали в нужном направлении. Видов транспорта достаточно. Точно так же, как и психотехник. Точно так же можно будет потом в определенных состояниях сознания изобретать свой транспорт. И если не устраивает вертолет, значит, доберемся на самолете. С вами была я, Наталья Зайцева. Осознаем.